Стране необходимо новое высокоточное вооружение для повышения обороноспособности и отражения существующих террористических угроз. Владимир Путин ставит такие задачи перед оборонщиками и военными. Это обсуждали сегодня в Туле на шестой всероссийской конференции проблемы создания и применения систем высокоточного оружия с участием замминистра обороны Юрия Борисова и представителей оборонных предприятий. По словам Борисова, новая госпрограмма вооружения до 2025 года требует серьезных усилий от оборонного комплекса. Тульские оборонные предприятия успешно выполняют гособоронзаказ, но уже сейчас необходимо думать над созданием принципиально нового вида оружия следующего поколения. Такое вооружение позволит сократить время на решение важных военных задач. Иными словами, выиграет тот, кто раньше среагирует и отразит угрозу. Это очень наукоемкая, высокотехнологичная область. Для того, чтобы создавать высокоточное оружие, нужно иметь компетенции в создании информационных датчиков различных, телевизионных, оптико-электронных, радиолокационных, акустических. Нужно иметь высокопроизводительные вычислительные средства, которые обрабатывают различного рода расчетные задачи, решают алгоритмы наведения. Нужно иметь компетенции в создании бесплатформных инерциальных систем. Сегодня в рамках конференции специалисты делились опытом современных военных разработок, многие образцы современного оружия, собранные на тульских предприятиях, уже успешно выполняют задачи по обороне страны, стоят на вооружении в российской армии. В том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1» и многие другие. Обсуждали на конференции проблемы. Они, как отметил губернатор Алексей Демин, у тульских оборонщиков есть. Введенные западными странами санкции против России создали дефицит некоторых комплектующих для станков. Большая их часть пока импортная. Есть проблемы и с металлорежущими инструментами. Тульские предприятия модернизируют собственные инструментальные производства. На Туломорзаводе налажена сборка металлообрабатывающих станков. Но этого явно недостаточно для решения задач импортозамещения, даже в отдельно взятом регионе. На повестке дня создания и совершенствования российского программного обеспечения от системы управления станками до комплексных средств управления боем с применением высокоточного вооружения. Сегодняшняя конференция призвана стать площадкой для обсуждения актуальных вопросов разработки и применения систем высокоточного вооружения, где опыт предприятий Тульской области существенно на сегодняшний день востребован.